Прежде чем начать, я чуть-чуть Машу поправлю, потому что центр Балгосфера, он конечно работает, как в том числе ресурсный центр для НКО, но прежде всего это все-таки общественный центр для горожан, для москвичей. Это такая точка входа, как мы ее называем, в сферу разного рода социального активизма, под которым мы понимаем и благотворительность, и действия в сфере экологии, и правозащиты. Самые-самые разные. Балгосфера такая большая площадка, где каждый день проходят самые разные события общественных организаций, от огромных благотворительных фестивалей до каких-то небольших, очень специализированных встреч на разные темы. Там есть медиа-центр, там действует книжный клуб и киноклуб, и много всего еще у нас интересного. Но вот той стороной, которой мне сегодня предстоит и вам повернуться, это безусловно наша работа с горожанами в клубе. И для начала, вот о чем мне попросили организатора этой мастерской, поскольку в благосфере проходит в год, ну, больше 500 событий точно, и где-то 10-15% мы организаторы этих событий. Это понятно, что ивентинг, как такое уже поставленное дело, оно через нас проходит, мы организуем разные форматы и сами, разрабатываем их, и как коробочное решение предлагаем нашим партнерам, некоммерческим организациям. Вот поэтому первая часть будет про события как таковое. Я прошу прощения у тех, кому, возможно, известна эта теория, но меня просили выступить и закрепить ее, но будет все на примерах, я надеюсь, что это будет понятно. Мы с вами пройдем через этапы работы с конкретным событием, посмотрим на некоторые форматы, ну и в конце концов я расскажу про ту формулу, которая работает у нас на успех клубов, когда действительно 100 человек реально собрать. Вот при каких условиях это работает, с учетом, что у нас огромнейшая конкуренция, понятно, событий в городе и то, как это происходит. Итак, вот, собственно, я неинтересничаю, это сразу этапы разработки события. Мы с вами можем с уверенностью сказать, что это этапы разработки фактически любого события, да, если мы говорим о публичном событии, это не только про киноклуб. Это вот все-все, если бы вы занимались в сфере, там, пиар, коммуникативистики, журналистики, неважно, все, что связано с коммуникацией, где вы организуете события, это было бы так. Ну и вот давайте теперь разбираться, потому что уже в применении к нашей с вами сфере деятельности это тоже что-то значит. Итак, вот, казалось бы, ну что, ну вот киноклуб, он же киноклуб, он же вроде как, да, и в Африке киноклуб, какие же у него там могут быть разные цели? Конечно, могут быть. У кого-то вообще киноклуб, у нас есть такое сообщество, называется «Фабрика пространств в благосфере». Это сообщество объединяет людей, инициаторов и создателей самых разных общественных пространств со всей России. Публичные центры, центры при музеях, антикафе, каворкинги и так далее. И вот, когда мы собираемся на нашу, у нас есть ежегодная конференция «Фабрика пространств», и рассказываем, у кого есть какие форматы, например, устойчивого развития, например, финансирования. Вот оказывается, у кого-то киноклуб это инструмент абсолютно для заработка, и это абсолютно цель вот этого, вот этой истории. У других киноклуб, как и у нас, например, как у благосферы, это средство для просвещения и для вовлечения аудитории в темы, которые нам важны. Потому что для нас это такая, для них, знаете, такой первый, первый шаг. То есть, у нас есть такой анализ, как к нам попадают, на какие события к нам первый раз приходят люди. Вот когда они потом уже попадают в, не знаю, волонтерские сообщества, что-то свое организуют, попадают на какие-то к нам другие программы, проекты. Вот оказывается, что первый раз они к нам пришли просто досуг провести в книжном клубе, киноклубе. Для нас это вот такая первая история. Для кого-то целью такого киноклуба может быть увеличение количества посетителей на самой площадке. То есть, это вот такая воронка, которая расширяет количество аудитории, и он нам важен для того, чтобы работали другие форматы на площадке, ну и так далее, и так далее. То есть, приоритет вашего, собственно, вы сами можете внутри себя честно себя спросить, зачем и как работает конкретно ваш киноклуб. Для кого-то работает по тому, чтобы поднести и дальше передавать культуру вообще смотрения самого кино. И такие просветительские цели могут быть самые разные. И вот понятно, что сама вот этот стержень событий, он рождается прежде всего от цели. Дальше вторая история, естественно, целевая аудитория. Классическая история с любой коммуникацией. Кто базовая аудитория киноклуба? На кого вы нацелены? Это портрет, не знаю, вот как в нашем случае, социально активного горожанина, как правило, семейного, платежеспособного, который при этом владеет, имеет временной ресурс, чтобы его тратить на это. У кого-то это может быть только молодежь, у кого есть киноклубы для людей старшего возраста. У нас сейчас в Москве все больше и больше открываются. Открываются такие монстры, называется «Мой социальный центр». Это бывшие центры соцзащиты, которые реновированы в новой политике нашего городского правительства. И там свои киноклубы, там определенная аудитория. Кто целевая аудитория? Естественно, это дальше будет определять то, в каком формате и как вы с ней работаете. И вот если у вас есть уже понимание про себя, что, ну, допустим, если у вас киноклуб для зарабатывания, да, и он у вас на аудиторию пошире, то в свой выбор темы вы будете сопоставлять с чем, прежде всего? Ну, что интересно, аудитория, само собой, мы всегда про это думаем, потому что это как бы первые форматы выборов. Но что-то, что сейчас настолько продвинутое на слуху, что вы можете просто подцепить эту тему. То есть вы понимаете, что вы сейчас, если вы соберете подборку фильмов про вирусы, да, и позовете туда вирусолога и будете, да, там с ним рассказывать. Ну, вот, как бы далеко, да, далеко тут ходить не нужно. И понятно, что, да, когда у нас была Олимпиада, то у нас в киноклубе прекрасно зашел фильм «С одной вершины», когда там еще какие-то события, то есть то, что является вот такой вот большой подушкой информационной, которая вас изначально поддерживает и поднимет. Если же у вас, ваша цель – основное просвещение, да еще определенная аудитория, естественно, вы будете искать проблему внутри этой аудитории и смотреть, что ее волнует, ну так, в долгую, да, так скажем. И какие вы здесь можете выбрать способы для, да, какой-то вещи. Итак, топ интересов целевой аудитории, безусловно. Ну, вот здесь вот есть, это картинки всех фильмов, которые были у нас в киноклубе, причем разных форматов. Вот эта чудесная анимационная лента «Морщинки» про людей, проживающих, испанская лента, проживающих в домах престарелых. Вот кто-таки знает, и отлично понятно, что мы говорили про проблемы старения, да, в этом случае. Это было очень вовремя, потому что это была про пенсионную реформу самой, значит, разгар с одной стороны, с другой стороны. У нас у самих есть аудитория, которая в этом заинтересована, поскольку вот у нас есть такие цели по посвящению, мы будем двигаться тогда туда. Второе, вот то, что я сказала, общественный контекст, это вот та самая повестка, то, что нам помогает. Ну, и еще, понятно, мы можем тему выбирать под какую-то дату. Дата может быть как датой общеизвестные все нам праздники, да, которые отмечают все, Новый год, День Победы и так далее. Может быть, дата какая-то памятная. Вот здесь я вам очень советую смотреть разные подборки, которые называются обычно что-то типа социальный календарь. Это когда вот у нас практически каждый день с вами какая-то обязательно дата. И она иногда вытаскивается. Это может быть, не знаю, день информирования об аутизме, это может быть день, который связан с какой-то профессией и так далее, и так далее. Ну, и, конечно, сезон, сезонные вещи, которые тоже могут нам с вами помочь к школьному году, к отпуску, когда, не знаю, детей надо одним отправлять там в детские лагеря, это одна, один вокруг этого контекста возникает, или там выходить на работу и что-то после отпуска другой контекст, это тоже всегда помогает. Иногда выбор темы на этом этапе зависит от наличия партнера со своим хорошим таким, вот таким вот желательно, медиаресурсом, да, и доступом к той аудитории, которая вам важна. И если такой партнер есть, то, соответственно, он тоже влияет на этот выбор. Ну, это те критерии, которые годны к киноклубу, понятно, что к любому другому событию будет какой-то набор. Ну, это вот третий этап после того, что мы с вами отыграли цель, целевую аудиторию и выбор темы. А дальше самое интересное. Окей, мы с вами определились, что для нашей целевой аудитории вот эта тема сейчас будет уместна по ряду причин. И как же нам это делать? Вот скажите, пожалуйста, у кого киноклуб проходит в формате показ кино плюс, ну, условно, лекция, да, или что-то такое, что объясняет, да, разговор в фильме. У кого в формате дискуссии с аудиторией? Ага, ага, побольше. Хорошо. А те, кто не поднял руки, в каких форматах у вас проходит? Обучение. Что? Обучение. Обучающий какой-то, то есть когда вы берете фильм, и он служит поводом для того, чтобы какую-то рассмотреть, что, сферу, вопрос, обучаете чему, или это просто про киноиндустрии? Что такое, мам? Ага, связанную с киноиндустрией. Да, еще кого-то? Какие варианты? Ага. Ну, вот давайте сейчас попробуем посмотреть, что еще на вскидку бывает, и что играет, что не играет в разных клубах. Но для начала вспомним еще несколько вещей, на которые нам обязательно нужно, естественно, оборачиваться при выборе формата. Цель, безусловно. Информационные и другие привычки целевой аудитории. Вот вы знаете, когда говорят про целевую аудиторию, про то, что ее надо изучать, про то, что у нее есть характеристики, как правило, все тут же имеют в виду социо-диагмографические характеристики. Да, это какие? Пол, все там, возраст, уровень достатка, семейное положение, вот это все. Но гораздо более важно для любого человека, который работает в сфере коммуникации, тот блок характеристик, который относится к поведенческим, и которые мы с вами так просто не возьмем вот так вот готовые на блюдечке. Круто, если есть вторичные исследования, которые прессуют портрет нашей аудитории, и могут нам помочь. Если вы его составляете, вообще составлять для себя, визуализировать своего желаемого посетителя вашего киноклуба, это очень здорово. Это упражнение, которое помогает потом максимально нацелить, таргетировать все сообщения, которые вы туда посылаете. И вот насколько к поведенческому портрету относится и блок информационных привычек, и других привычек. То есть каким способом люди привыкли получать информацию, где им это удобно делать, насколько они готовы сами активничать при получении этой информации, насколько им удобнее просто посидеть в зале и послушать умного человека, или прийти, чтобы тут была какая-то движуха, чтобы что-то происходило, чтобы тут был какой-то иной способ передать информацию, нежели только просто смотрение. И, соответственно, следующий вопрос, до какой степени ваша аудитория, либо она сформированная, либо вы, наоборот, максимально расширяете эту воронку и хотите вовлечь новых, до какой степени она готова с вами играть? Она готова вовлекаться до уровня «я пришел, записал, и мне нужно достаточно сохранить дистанцию, и я остался в степени своего комфорта». Или же аудитория достаточно готова на то, чтобы она была не просто услышана или спрошена, но она была задействована в том, что происходит сейчас в киноклубе. И, конечно, еще нам важна доступность качественных действующих лиц. Вот я специально употребляю здесь действующие лица, ни спикер, ни ведущий, ни еще кто-то, потому что это вот все они, и они могут быть разными, как мы сейчас посмотрим в киноклубе. Насколько у вас, в принципе, широк этот выбор, и кто там в поле воин, кроме вас одного или двух, вас вместе с коллегой. Ну и время и ресурсы, это тоже понятно. Мы можем отлично все выстроить, понять, но вот у нас мы понимаем, что вот сейчас это выстроили. Вот сейчас пора про вирусы. Если мы будем с вами два месяца планировать, уже все все проведут, напишут, и даже снимут, возможно, и презентуют еще где-нибудь. Поэтому здесь стоит понимать и поторопиться. Ну и вот здесь теперь давайте про форматы. Это форматы, которые, ну, не просто чаще других попадались нам вот в разных киноклубах, в те, которые известны нам, но через которые мы сами пытались пройти, смотрели, и они тоже работают или не работают. То есть нет такого правильного и неправильного формата, это понятно. Есть удобный, неудобный для аудитории, подходящий или нет. Показ и дискуссия самый простой, который вы уже, большинство из вас, как я понимаю, освоен и сделан. Тут только весь вопрос в том, кто с кем дискутирует. Потому что есть вариант, когда есть один одиозный ведущий, ну вот там Лена Погребишская, которую вы там завтра. Не случайно мы, когда открывали свой киноклуб, мы открывали его именно с фильма Погребишской у нас в благосфере, и как бы такую планку задавали, дискуссии, которая была у нас. Но это не обязательно один человек, который организует дискуссию с залом. Понятно, что тут может быть сидеть сама панель дискутирующих перед залом, что они могут туда каким-то образом включаться. Но, конечно, опять же, вот эта вот дискуссия, которая с залом, она круче тем, что она дает другой уровень взаимодействия. Это как, знаете, сравнивать старые и новые медиа. Почему пошли в свое время социальные сети? Они дали нам совершенно другой уровень взаимодействия с информацией друг с другом. Это не то же самое, что прочесть газету и фактически в одну только сторону получить информацию, в другую не отдать. Но это надо уметь делать. Другая история, модный термин паблик ток, фактически это разговор на публику. Вот мне кажется, это наиболее адекватный перевод для этого формата события. Это когда вы приходите послушать говорящих. То есть это не лекция, это именно разговор. Разговор достаточно живой, он может быть острый. И, ну, как правило, у зрителей тоже есть возможность вставить слово в этот паблик ток, задать там свой вопрос у открытого микрофона в какой-то момент. Иногда кто-то разрешает прямо сразу, кто-то предлагает, чтобы это сначала был вот все-таки вот такой разговор. Здесь огромную тоже роль играет ведущий, безусловно. Но самое главное, что вы моделируете вот этот разговор уже вот здесь. Это в большей степени для тех, кто может так и не готов в дискуссию включаться. Но любят получать не такие недекларативные знания, вот когда именно это как обучающая лекция, а которые любят посмотреть разные точки зрения и во взаимодействии что-то увидеть. А вот это вот моя любимая история в последнее время. Знаете, вот сколько существует YouTube, как вообще, как платформа таковая, все метрики за все время существования YouTube показывают, что пока видео, связанное с кулинарией, готовкой, едой не переплюнул еще никто. То есть вот это прямо темы, которые до сих пор и с момента фактически основания. Тема еды эксплуатируется в коммуникации всячески. Я могу сказать, что, наверное, у нас разные есть клубы. У нас есть в том числе медиаклуб, где мы профессионально говорим про коммуникации в некоммерческом секторе. Самый популярный был, когда мы сделали медиаклуб с названием «Еда как способ коммуникации». Ну и вообще есть целые большие теории. Если вы люди, значит, увлекающиеся, вы можете погуглить или еще что-то сделать и посмотреть, насколько человек больше готов к поглощению знаний и взаимодействию, когда он находится в ситуации, ну, даже декорации еды, даже не обязательно самой еды. И история, когда есть возможность соединить, ну, не знаю, масленица, и есть возможность что-то про это обсудить. И это не только как тема, это еще как что-то, что вот может людей заставить раскрепоститься. Я знаю общественные центры, которые, в принципе, киноклубы проводят только в формате чаепития. Ну, то есть после показа вся эта дискуссия проходит обязательно за чашкой чая. И есть еще масса историй, когда это можно сделать, там, не знаю, к коктейльной вечеринкой, ну, в зависимости от доступности, понятно, фантазии, ресурсов или чего-то еще. Но это очень хорошо еще работает на формирование постоянной аудитории, постоянного ядра вашего киноклуба. Вообще в клубной теории, опять же, коммуникации считается, что клуб, он состоялся тогда, когда у вас не менее 30% ядра вашей аудитории постоянной. То есть они держат и привносят других. В некоторых там сферах больше или меньше. То есть если вот этого нет, то клубам считать сложно. Хотя сейчас это слово, естественно, эксплуатируется и в других своих значениях, не обязательно как вот постоянно действующая аудитория, какие-то там английские клубы были. Еще одна история, когда, собственно, ваш киноклуб или там встреча не посвящена одному всего лишь фильму или, допустим, это ретроспектива какая-то, а вы делаете под тему разговор на основе материала кино, его рассматриваете, его обсуждаете, возможно, со всех сторон, но еще и его представляете. Вот у нас был, например, киноклуб, который назывался «Сериалы и женский вопрос». И мы обсуждали, с одной стороны, с теми, кто делает подобные сериалы у нас, с другой стороны, теми, кто представляет различные женские организации и защищает права женщин. Это было феерично, я бы сказала. То есть это был такой очень живенький клуб. Он нам позволил потом вот на этом шлейфе протянуть еще какое-то количество, вот нам подходила совершенно новая, очень живая, яркая аудитория, которая не бывала раньше на клубах. То есть вот эта вот тема позволила как-то продвинуться. И здесь, ну, даже фрагментов просмотра-то было не так много, сколько было вокруг этого разговора, в понятных там каких-то всем таких кинотипов и цитат, и всего того, что вот эта тема в людях возбуждала. Под этой у нас была такая мини-выставка обложек известных сериалов, которые, вот можно, они просто там доступны, да, там такие вот плакатные. И даже это как-то разнообразило вот тот формат, в котором это все происходило. Ну и да, мы с вами двигаемся по нарастанию, естественно, зрительской активности, как вы видите в форматах. Еще одна история, когда вы выходите уже на уровень, ну, фактически такой акции перформанса, когда киноклуб перестает быть только киноклубом. Ну, это уже, конечно, очень сильно зависит и от концепции той организации, в рамках которой киноклуб проходит. Опять же вспоминаем начальный кадр про нашу аудиторию, ее информационные привычки, собственно, наши цели, с которыми мы это проводим. Но и так тоже может быть. И в этом смысле киноклуб является выразителем такой позиции вот части той аудитории, которая условно является вашей, с которой вы себя соотносите. То есть это может быть позиция по отношению к какому-то общественному явлению. Это может быть позиция, ну, вот у нас, например, часто что-то на экологическую тему проходит. И мы можем совершенно в открытом паблике брать ленту, которая, ну, допустим, хорошо известна в Европе, да, там как какая-нибудь свалкармония, да, есть такой чудесный док, вот, и обсуждать, да, на этой там основе что-то показывать. И аудитория, которая при этом собирается, которая при этом приходит, у нее есть еще возможность как-то по-другому выразить свою позицию, ну, там вплоть до того, что именно как раз под эти показы там выставляли и раздельные сборы, какие-то были просветительские материалы экологов, которых мы туда дополнительно звали. Это уже взаимодействие на таком более продвинутом акционном уровне тоже приносит свои плоды. Ну, и, наконец, объединенные форматы. Мы, например, в определенный момент поняли, что мы можем совмещать киноклубы и книжные клубы иногда, объединенные темы, и сращивать их аудитории, и находить какие-то связки. Мы можем делать внутри каких-то событий других, которые у нас происходят. Например, у нас какой-то крупный фестиваль на площадке или еще что-то, и мы подгадываем вот к нему какую-то историю, и таким образом задеваем аудиторию, которая приходит на него, и, соответственно, своей что-то новое тоже даем. И объединенные форматы хороши тем, что сразу это такое наращивание мускулатуры партнерской, потому что партнеров у объединенных форматов больше, а значит, больше каналов распространения информации, которые будут работать на привлечение, на анонсирование, на распространение постинформации про то, что у вас прошло, и, соответственно, повышение статуса клуба и событий, которые вы проводите. Для серийных событий еще очень важно, но серийный в данном случае киноклуб безусловно им является, если у вас есть то самое ядро аудиторий, еще очень важны такие вещи, вот как вы видите, например, ритуалы. Не знаю, есть ли у кого-то какие-то ритуалы в ваших клубах? Вот что-то, что происходящие люди делают, или, не знаю, одевают на себя, или что-то там, не знаю, фотографируются обязательно в каком-то определенном месте, или еще что-то. Что, рыжие тапочки у всех? Круть! Какая прелесть! Это эти, знаете, можно сопру? Может быть, не рыжие тапочки, но что-то из такого. Ну, знаешь, все равно, Маш, придумать при этом, что рыжие тапочки, да, там конкретно, при этом, это классно. Мы записываем, ну, мы не узнаем об этом, да, если люди не против, мы пишем на диктофон, и потом такой у нас дайджест самых интересных мнений, может быть, высказываний. Это очень, это очень здорово. И потом мы это тоже размещаем там в наших сетях, ну, и так далее. И иногда даже управляем режиссером, ну, который, например, и там... Ну, нет, это очень здорово, но это даже скорее не ритуалы, это вот то, что относится ближе к обратной связи и к сервисам для тех, кто у вас находится в клубе. Это, да, это всегда приятно. Мы тоже такое делали и рассылали по списку зарегистрированных и пришедших обязательно какие-то цитаты, которые сами записывали. Это еще одна штука. Но ритуалы, это вот большей степени вот такое, визуализированное, что-то, что ты пришел прямо сделал, да. У нас есть такой товарищ, его зовут Вася. Вася – это фигура, вырезанная из пенокартона. Это такой... Он у нас появился, потому что для нас ребята-студенты сделали наш самый первый промо-ролик про благосферму, когда только появились, открылись в 2016 году. Ни средств, ничего. Ну, и вот там вот буквально какой-то рисованный ролик на коленке. И там такой герой Вася, который рассказывает, зачем, собственно, этот центр появился, что вам тут вообще можно сделать. И как-то раз пришел посетитель и до смерти, значит, напугал нашего администратора, потому что он требовал, чтобы к нему вышел Вася. Аминистратор говорит, «У нас не работает человек по имени Василий, нету в штате». Он говорит, «Нет, я к Васе». Потом мы наконец поняли, какой Вася, после этого решили, что Вася тогда должен всех встречать. И вот у нас ритуал, мы этого Васю обязательно тематически как-то наряжаем в зависимости от того, у кого какая тема. То есть, если там кино про животных, у Васи там собачка, если мы говорим про людей старшего возраста, то у него появляются какие-то, значит, на нем тоже аксессуары. С этим Вася фотографируются на входе участников кино-клуба, на выходе наши гости и спикеры. Вот есть у нас, например, там такой ритуал. Есть еще там ряд, но это уже такой более специфичный. И обратная связь. Вот обратная связь тоже важна, если вы играете на вот такой классический клуб, на формирование ядра аудитории, безусловно. Это не только возможность в принципе выяснить, насколько все то, что вы делаете нормально, да, в плане там формата, качества, разговора или еще чего-то, но это идея. Это идея для Вас, как дальше можно еще это делать. И вот в каком формате это обратная связь, это тоже может быть совершенно по-разному. Это не обязательно бумажка и анкета. Это может быть какое-то интересное интерактивное голосование с помощью там предметов или мобильных телефонов. Сегодня в конце концов там какой-нибудь ментиметр доступен всем. Это бесплатный сервис для организации таких голосований. Все, что угодно, в зависимости от вашей фантазии и готовности немножечко выйти из зоны комфорта и пофантазировать не только про кино, но и про то, в каком вот сфере это смотреть. Ну и вот такие спецсобытия еще для аудитории. У нас обязательно есть открытие и закрытие сезона и есть обязательно что-то новогоднее вот эти вот с уточками. Но это связано уже конкретно с нашим зданием, потому что мы находимся в здании. Это памятник конструктивизма и это фабрика кухни. Она сама по себе очень интересная. Но кроме всего прочего у нас на крыше живут утки дикие. Они реально там живут, они пролетают каждую весну. И мы очень используем этих уток для общения в социальных сетях, для наращивания аудитории и всячески привлекаем их для того, чтобы разнообразить наши собственные события. И вот это вот фотография с закрытия сезона летнего. У нас есть перерыв технической площадки, поэтому у нас там практически весь август нету таких плановых событий. Мы закрываем сезон в сентябре, уже его открываем. И вот используем всяческие вот таких вот уточек, делаем что-то более расслабляющего такого плана, где аудитория может прийти легче, чем обычно провести время. Она все равно получит какой-то обязательно киноконтент, но это будет легче. Следующий этап, к которому мы переходим после того, как мы определились с темой и форматом, это подбор действующих лиц. И здесь понятно, что если мы с вами выбрали формат, который предполагает дискуссию, предполагает какую-то вот модерацию, мы с вами ищем ведущего или готовимся сами, или там в зависимости от того, что это какой-то моноформат. Мы с вами можем работать с историей паблик-тока, и тогда нам с вами нужны гости, нужен хороший интервьер, и это не всегда тот же самый, кто чудесно общается с аудиторией и ведет как ведущий. Это хорошо, если совпадает, иногда совсем не совпадает. В истории, которая, например, нам больше близка, как я сказала, у нас киноклуб, который нацелен на просвещение. Нам мало того, что мы показываем какое-то кино, нам еще важно вот таким интересным способом познакомить людей с деятельностью разных общественных организаций. Но это уже наша такая добавленная социальная стоимость, и нам важно в эту дискуссию ввести людей, представляющих эти общественные организации, чтобы люди могли узнать, как вот та проблема, которая поднята в кино, в реальном мире сейчас и обстоит, и решается с помощью вот этих действующих лиц. Это всегда очень интересно и прямо на живом материале. Там рассказы и дискуссии. И здесь тоже велика роль и модератора, и тех гостей, которые мы зовем в качестве спикеров. Нам нужно их найти, понять. Но ровно так же, если мы с вами особенно делаем объединенные форматы, действующими лицами этого клуба могут стать еще кто-то, кто разнообразит вот эту нашу с вами историю, контент. И тут разное бывало. Вот у нас там и были чтецы, которые Есенина декламировали, нашли мальчика с золотыми кудрями. Как он прекрасно, значит, вот прокачал. Знаете, помните, когда раньше в кинотеатрах были вот эти вот сцены, которые перед показом кино, там кто-то, значит, да, выступал. Вот у нас тоже примерно такое же мы пытались воссоздать. Ну, в общем, разные есть варианты, и они тоже действующие лица. И вот всех-всех-всех этих действующих лиц надо собрать и выложить в один общий сценарий. Да, вот штука, которую мы, конечно, временами ленимся делать, правда. Ну, мы же знаем, как киноклуб, вот люди пришли, что там я там их встретила, вот там фильм, зачем мне сценарий. Но когда мы хотим, чтобы это было как-то более интерактивно и живо, и мы их туда в разных действующих лиц включаем, это важно. Ну, дальше этап анонсирования. Тут я не буду особо распространяться. Я так думаю, что у вас был целый блок, да, про это, про коммуникации, про разные вещи. Ну, самое главное, наверное, что понятно, нужно помнить, что вот сколько, мало того, что ваши там тексты и любые другие материалы, промо, видео или еще там все, что вы задействуете для того, чтобы анонсировать ваши события, должны совпадать с информационными привычками аудитории, но еще и под разные каналы тоже разные. Да, это тоже целая история, как им соответствовать, и социальная сеть, социальные сети рознь, телеграмм совсем не то же самое, что фейсбук. Во-вторых, в комплексе анонсирования нужно тоже не забывать про ресурс самих спикеров и гостей этого клуба. И для нас прямо принципиальным является, мы прямо еще на этапе, когда приглашаем людей, сразу договариваемся. Если вы к нам приходите в клуб, и мы вас просим не только выступить, но, пожалуйста, еще рассказать, активно с нами, вот провести эту там пару недель до клуба, и тоже, как минимум, какие-нибудь ссылочки сделать на это в своих аккаунтах, приглашать свою аудиторию. И то же самое с организациями, если мы их задействуем, партнеров, которые нам помогают привлекать свои сообщества, своих сторонников, людей, которые заинтересованы в теме. Это часто является ключевой аудиторией. Ну и дальше, понятно, сам процесс распространения. Думаю, вам сегодня про него много и вкусно рассказывали. При этом, пока идет распространение, мы с вами продолжаем работать с действующими лицами. Потому что мало один раз договориться. Те, кто работал с гостями на своих событиях, точно меня поддерживают. И понимают, что даже вроде как четкие договоренности, что вы приходите и рассказываете вот про это, и у вас столько-то времени, и у нас такие-то технические... Не надо презентации, или наоборот, сделайте, пожалуйста, пять кадров. Несмотря на все это, это надо все равно пять раз проверить, созвониться, хорошо бы рассказать, если первый раз человек, про контекст, дать ему всю необходимую информацию. И это бесконечно на связи, и быть к этому готовым, это отнимает время. Ну а следующая история, это подготовка площадки. самая площадка очень играет. И в зависимости от того, что даже если у вас есть определенная, постоянно отведенная какая-то комната, где у вас это все происходит, или зал, даже это прекрасное место может преобразиться подвластно вашей фантазии, выбранному формату, тому, что вы хотели бы сделать с вашей аудиторией. Это какое-то оформление, то, что вы можете придать, исходя из темы вашей ленты, исходя из формата, который вы делаете. Это обязательно навигация, если вы находитесь где-то внутри чего-то, и навигацию тоже можно обыграть, и в зависимости от того, какое кино, там что-то можно, кому шляпу прорисовать, кому лягушачью лапку, кому, значит, еще какую-то штуку. Очень здорово, если навигация соразмеряется с картинками, которые вы использовали при анонсировании вашего события, будь то в сетях, в СМИ или еще куда-то, где вы прилагали картинки, это объединено все каким-то отдельным общим стилем. Безусловно, вы готовите оборудование и материалы, все то, что вам нужно, проверяете их, и здесь важно пораньше получить материалы от гостей, если это какие-то отдельные материалы, если это кроме самой ленты что-то еще, что вы демонстрируете, показываете, задействуете. Ну и какой-то реквизит, который вам нужен, ну, например, если вы устраиваете фотозону или делаете какие-то еще там интересные вещи, вот это вот опять же с нашего закрытия сезона, видите, мы уток, у нас проблема в том была, что утки уже улетели на водоем, они когда высиживают птенцов, они перемещаются с крыши в водоем, и нам надо было как-то показать, что они еще с нами, пришлось водоем сделать самим, и уточек запустить пластиковых. Ну, вот тоже был такой фан для пришедших, зато прекрасно пообщались. И вот, ну, это наш такой чек-лист, у каждого тоже он может быть своим, но прям у нас каждый человек, ну, за киноклуб у нас есть отдельно ответственный человек, но в целом есть люди, которые отвечают за другие события, вот это вот тот такой минимум, что мы проверяем и ставим галки для себя. Здесь ничего нового, но если какой-то из этих пунктов, один из этих пунктов не пройден, велика вероятность, что во время события мы с вами будем отойти, если кто-то фотографирует, во время события мы с вами будем страшно жалеть, что вовремя про это не вспомнили. Поэтому прям вот с такими галочками мы проходим. Это были этапы подготовки события, да, как вот у абсолютно любого, но у киноклуба в частности, полный список и вот до чекинга. Ну, а в оставшееся время вот теперь я постараюсь остановиться на тех нескольких формулах, которые мы для себя вывели. Вот представьте себе, что вот это все, конечно, хорошо и правильно, и формат должен быть выбран, и подготовка должна быть на высоком уровне, но по нашему собственному опыту вот все это вместе взятое работает, когда есть вот такие формулы. Причем даже если один ингредиент из этого формулы выпадает, работает плохо. Не знаете, что событие не состоится, если мы не попали в тему, у нас нету партнера, а у партнера сообщество, но это будет гораздо менее малочисленный киноклуб. И вот когда вот это срабатывало, вот именно тогда нам удавалось собирать действительно большое количество людей. Это были вот такие сотенные просмотры или под сотню, бывало даже больше, но и это не всегда, когда была Лена Погребической, Лена Погребической была вот ровно на открытие, да, на открытие один раз. Все остальное, все остальные были без нее. Давайте попробуем. Там женщина. Что же? Вот эта женщина, да. Вот эта? А вот тут женщина. Ну, аудитория Лена Погребической. Это вот как раз опять, смотрите, вот что такое тема плюс партнер, плюс общество. То есть мы попали в эту тему, в общественный контекст, и при этом у нас есть отличный партнер, партнер, что такое отличный партнер для, в данном случае, у него есть некий медийный охват, и есть некое сообщество, которое он априори привлечет просто фактом своего наличия в этой истории. Или то же самое, если мы меняем партнера, то есть какую-то организацию, да, на конкретную личность, которая... Вот тогда... Как вот фильтр, вот это ее дело... Нет, здесь мы смотрели «Толстые и тонкие». Вот это вот открывалось с фильмом «Толстые и тонкие». Вот. Это просто про вес. Да, это да, это про вес. Но там, кстати, были не только женщины, мужчины прячутся, мне кажется, за их широкими спинами там дальше. Ну да, было много женщин. Итак, вот один из, собственно, последних киноклубов, где мы смотрели фильм «Школа номер один». Это школа... Ой, этот фильм, снятый «Новой газеты», журналистами «Новой газеты». И мы организовали этот клуб тогда, когда уже вышел фильм «Тудя», например. И уже, ну, во-первых, дата была, да, памятная. Уже было большое, широкое общественное обсуждение этого. И вот мы так считаем, что, во-первых, это был один из немногих за последнее время киноклубов, когда преимущественная аудитория была молодежь. Преимущественная, значит, ну, прям вот значительно преимущественная. И эту аудиторию явно разогрела самая тема, которая уже обсуждалась, и из-за того, что как раз доступный формат для более молодой аудитории обсуждался в сети, это было интересно. И вот этот контекст, это нам помог. Ну, и во-вторых, естественно, в-третьих уже, новая, сама новая газета. А потому что это был партнер, потому что, не вижу здесь, одно вот Дмитрий Муратов, который главный редактор новую, открывал это и говорил о том, что это очень важно и почему мы это все смотрим. И это был определенный уровень дискуссии. Вот, да, здесь вот, при таком раскладе работает. Другая история, когда нету какого-то известного человека или организации, здесь есть, опять же, партнеры. Это киноклуб под названием «Известный, неизвестный жизнь мигрантов в Москве», фильм «Айка». Вы, наверное, знаете, да, что за фильм. Преимущественная аудитория здесь была сами мигранты, и это были, прежде всего, подопечные тех правозащитных организаций, которые к нам пришли и сами, и вот как привели какую-то свою аудиторию. и поклонники, в данном случае, поклонники творчества и творчества режиссера и такого рода фильмов, скажем, вот так. И ясно, что здесь, опять же, никуда без сообществ, потому что сообщества, которые вокруг организации, работающих с мигрантами, раз, правозащитных организаций, шире, два, и сообщества людей, которые смотрят такие, такого рода фильмы, три. И вот именно эта аудитория, то есть насирная через вот эту всю группу, дала свой результат. Вообще, я считаю, что под каждую тему, прежде всего, куда нужно идти, это в те или иные тематические сообщества и прорабатывать их, и тогда мы действительно имеем возможность расширять эту аудиторию и привлекать какие-то качественные иное количество на наш киноклуб. То есть, вот да, есть какое-то постоянное ядро, но каждая тема задевает интерес еще кого-то. И вот это колоссальная работа, потому что это здорово, если они у вас на расстоянии вытянутой руки, и вы хоть там кого-то знаете, если нет. И вот мы понимаем, что работают больше то, во что мы в принципе как организация вкладываемся. Почему к нам входит некоммерческая организация? Да потому что мы в принципе работаем с этой аудиторией еще отдельно. Мы постоянно для них что-то проводим, мы организуем для них какие-то тренинги и консультации, у нас проходят их события, у нас есть целые программы, проекты с ними основаны. Мы кормим условно это сообщество активистов некоммерческих организаций в течение всего года, поэтому мы уверены, что они наши союзники воспространения информации, они к нам придут. Работаем с экологическими активистами, да, но не настолько, они все-таки от нас немножко дальше, через шаг. Мы работаем с некоммерческими организациями, с рядом, которые в этой теме работают, те для нас тоже важны, но нам нужны усилия каждый раз, чтобы провести туда информацию, нам нужно найти людей, которые будут на нашей стороне и от нашего имени приглашать их, это тоже важно. Другая история, когда вот соединение форматов и опять все та же чудесная формула, опять без наличия какого-то лица в кадре, условно, то есть это неизвестный человек, который ведет, да, или там неизвестный медийный партнер, но, во-первых, сама тема для сообщества, это доктор Лиза, это человек, которого знают, человек, вокруг которого многое формировалось, и вот когда мы как раз решили соединить такие две истории, фильм-то мы показали, который уже давным-давно был к тому моменту снят и показан, и был там, я не знаю, 20 раз уже показан, а книжка, вот книжка вышла недавно на эту тему, мы объединили, мы посмотрели фильм, обсудили это на такой примере вот еще появившейся книги, и опять это был зал представителей вот тех сообществ, кого это интересует, ну, то есть это люди так или иначе причастны к благотворительности, или вот другой пример, когда вообще совершенно другая аудитория, которая, конечно, пришла за Антоном Долиным, это понятно, но это тоже, если вы думаете, что это просто нам на голову свалился так вот сам, и мы ведут, да, да, это тоже, в общем, очень большая... Очень известная геногритика, она просто, да, кожи, я думаю, что да, это излишняя ремарка в этой аудитории, и нам-то вообще-то хотелось показать как раз какую-то подборку с последнего Артдокфеста, и мы изначально общались с Артдокфестом и с организатором этого фестиваля, и хотели вот про это поговорить, там очень много тем, которые связаны с нашей деятельностью, это было как раз под начало очередного такого сезона киноклуба, мы не хотели какую-то одну тему, ленту, и уже потом мы поняли, что вот для такого уровня разговора нам вот нужно прям, поэтому мы стучались, 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 и вот достучались до журнала искусства кино, и до Антона было такое. Ну и здесь ясно, что здесь преимущественно аудитория, поклонники и ведущего самого фестиваля, еще и партнеры. И вот в этом случае, да, оно срабатывает. Во всех остальных случаях мы сами ровно так же очень хотели бы услышать рецепты, как сделать так, чтобы быть уверенными в постоянном количестве этой аудитории. Нас мотает страшно, у нас есть темы, которые, ну, не знаю, там, ниже 15 мы никогда не опускались, но вот почему тут 15, а тут 70, 80 и 100, это до сих пор копание. И мы не всегда можем достучаться, чтобы было вот так. но если мы выдерживаем примерно 50 на 50, ну, условно, у нас киноклуб не такой часто, у нас раз в месяц, я не знаю, как у вас происходит, чаще? Нет? Примерно? Да? У кого-то чаще. Ну, вот у нас все-таки примерно раз в месяц, иногда раз в три недели. Бывает, вот если 50% мы выдерживаем какую-то планку, а 50% у нас такие более получаются камерные события, мы считаем, что, ну, вот более-менее мы справились в данном случае. Вот эти, да, и работа с сообществами, которая для нас начинается за пределами киноклубов и заканчивается глубоко за пределами киноклубов, это такая постоянная работа, это основной, получается, фактор, который позволяет привлекать вот это количество аубитов. Может, я прослушала, а у вас сложный вход на эти инвестиции? У нас бывало и так, и так, значит, да, 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 разница почему? Между платным и бесплатным, какая разница? Почему платным или бесплатным? Нет, нет, но по аудитории, по количеству. Вы знаете, мы, если делали платные, то это были платные как раз, ну, скорее по заявке вот таких, ну, там, людей, которые сами себе приводят аудиторию, поэтому разницы по аудитории мы как раз здесь не видим, то есть мы вот такие нанотемы, мы платные просто не будем проводить, мы понимаем, что это будет бесполезно, вот поэтому, если мы уверены, то вот да, там платные, если это предпоказ фильма «Теснота», да, или «Соддная вершина», ну да, это будет платное, и люди точно придут, и это будет сопоставимое количество. То есть нет, мы не проседаем, когда это были бесплатные. Это бесплатно. Мы всегда анонсируем два часа, с учетом, что показ плюс дискуссия, а дальше, в зависимости от состава аудитории и того, как это проходит, ну, это может варьироваться, но никогда больше, чем, ну, самое большое через два с половиной мы просто выгоняем, ну, потому что это очень тяжело для аудитории. Смотрите, у меня сейчас сложилось такое ощущение, что вот все, что вы здесь называли киноклубами, это все кинопоказы, причем они совершенно разные аудитории. И у меня встает тогда следующий вопрос. Может быть, так как вы довольно много работаете с разными аудиториями, у вас и в этом проблема, да, то, что вы, как вы показываете каждый фильм на совершенно разной аудитории, и у вас нет какого-то костика, который... есть, есть. Да, есть, конечно. А тогда у меня следующий вопрос. А у вас есть какая-то глобальная цель, макроцель, да, вот, в которой вы пытаетесь вот это все... Да, я с нее начала, да, да, я с нее и начала, что для нас история киноклуба это не сама цель, как кино, кино... Ну, я не совсем с вами согласна, что это кинопоказ всегда, совершенно не так. Нет, это не кинопоказ дискуссии. Ну, я говорю, не всегда бывают разные форматы, да, как сказала, да, но при этом действительно разные... У нас такая задача и цель. Для нас киноклуб, это наша воронка для входа и попадания в наши темы, в наш центр. Вот люди, которые первый раз пришли на киноклуб, на книжный клуб и еще у нас есть ряд таких форматов, это люди, которых мы цепляем, потому что им интересно досуг провести и тема, а уже наша задача потом сделать так, чтобы они пришли на другую. Это такая точка входа. Но чтобы это работало, без костяка не работает, безусловно. И как вот я начала, с 30, у нас где-то 40% постоянной аудитории. Вот 40% постоянка и 60% те, которых мы всегда привлекаем, мы стараемся привлекать много. Из разных сообществ под темы и из разных возрастных групп и так далее. И потом уже приманив их в киноклуб, вы дальше, как будто это очень долго, с вами, обучиваете для других своих целей. Примерно так. Сама. Да, примерно так. Мы показываем, да, мы показываем интерес. Вот как раз я хотела этим закончить, этим примером. Вот это вот классическая история про заманивание. Это нормальное слово в этих наших с вами сегодняшних реалиях. Вот это фильм «Каждый 88-й», наверное, вы знаете, короткометражки, да, художественные. Это про людей с аутизмом. У нас был большой фестиваль «Люди как люди», который был связан с этой программой. В рамках него мы показывали. И вот это была классическая история, вот когда там, не знаю, мама с дочкой пошли на фестиваль, потому что они живут рядом. Они там прошли какие-то мастер-классы, познакомились вообще с чем-то есть, пошли на кинопоказ, потом в дискуссии сказали, вы знаете, мама встает и говорит, вы знаете, я первый раз в жизни вообще услышала про то, в таком объеме существует. Я первый раз в жизни поняла, что ее решают общественные институты. Как я могу помочь вашей и вашей организации, они сидели вот среди дискутантов, а дочка хочет у вас волонтерить. Вот это примерно, ну это идеал, да, к тому, к которому мы стремимся. Вот. Спасибо вам большое на это. Спасибо.